Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании под видео. На этом фоне очевидна востребованность новой архитектуры безопасности в Евразии, устранение концептуального, нормативно-правового и институционального вакуума, создающего риски для государств континента. Именно на этом сфокусировано выданутое президентом России Федерации Путиным 14 июня предложение о формировании общеконтинентальной системы равной и недеримной безопасности, в рамках которой не будет места для игр с нулевой суммой и попыток обеспечить свою безопасность за счет других. Этот принцип получил международно-правовой характер и успешно реализуется на пространстве ОДКБ, СНГ и ШОС. Полагаем, что придание ему универсального характера способно кардинально улучшить ситуацию на мировой арене, став катализатором позитивных сдвигов. Настроенный на углубление широкого диалога со всеми потенциальными участниками будущей архитектуры, предлагаем заинтересованным государством и организациям на этом пространстве, включая его и азиатскую, и европейскую часть, присоединиться к этому важному разговору. В качестве общей цели видим формулирование рамочных принципов евразийской архитектуры с опорой на базовые нормы международного права, устава ООН и определение стратегических контуров многосторонности, которые отражали бы новые геополитические реалии. Важным элементом данного процесса, по нашему мнению, должна стать выработка понимания по трем ключевым направлениям. Развитие системы договоренности о гарантиях взаимной и коллективной безопасности, урегулирование конфликтов на континенте, исключение деструктивного влияния вне региональных игроков на ситуацию в Евразии. Речь идет о том, чтобы отдельные государства и их объединения сами определили конкретные области взаимовыгодного сотрудничества, занялись отладкой существующих и созданием новых институтов, механизмов, договоренностей с прицелом на обеспечение совместных интересов в области безопасности и в результате способствовали выстраиванию общеконтинентальной архитектуры. В перспективе эта новая, более справедливая и сбалансированная система могла бы стать прообразом для новой архитектуры безопасности в глобальном масштабе. Уважаемые коллеги, в завершении хотел бы подтвердить общее стремление СНГ, АДКБ и ШОС решать возникающие проблемы политико-дипломатическими методами с соблюдением норм международного права при главенствующей роли ООН. Мы готовы к конструктивному взаимодействию со всеми членами мирового сообщества, что закреплено в основополагающих документах наших организаций. Благодарю за внимание.